Для того, чтобы победить Хамас, Израиль бьет по центрам Хамаса, по там, где их центры, штабные пункты, и уничтожает руководство Хамаса. Исходя из этого и того заявления Зеленского, что он не будет, ну и принятие там решения СНБУ, что Зеленский ни при каких обстоятельствах с Путиным говорить не будет, они приняли решение по нанесению ударов опять, они тогда говорили, потом прекратили, потому что была плохая международная реакция на все это. А теперь после того, как началась война Израиля с Хамасом, и с Хазбаллой, и с Ираном по сути, и с Ливаном, и с Иорданией, и с другими странами, московиты пришли к выводу, что уже можно бомбить опять Киев и центры принятия решений. И уже не смогут ни Америка, ни Европа, ни Германия, ни Лондон, никто им, ни Франция сказать, что этого делать нельзя. Потому что ставки Зеленского чрезвычайно что? Упали. И денег уже Зеленскому не дают. То есть Зеленский потерял авторитет. И его команда потеряла авторитет. Везде. Везде. То есть, ну, мы же смотрим, да, в Лондоне, ну, послать четырех в месяц нет, это ж вообще беспрецедентно. То есть там ничего, там уже полный раздрай идет, понимаете, куда там он сейчас жену свою опять куда-то ж послал, да, Зеленский, на какие-то там, чтобы дырки закрывало. В Франции очень плохая ситуация. Макрон вообще выступил, что, во-первых, он выступает за то, что надо немедленно Израиль должен прекратить бомбить этот, ну, этот газу. Во-вторых, он сказал, что придет время для хороших переговоров между Украиной и Россией. Придет время, да? Но Зеленским это время же прийти не может. Правильно, как я понимаю? Вот смотрите, что заявил этот Макрон, например, BBC. Он заявил, что, сказал, что Украине еще не пришло время сесть за стол переговоров. И подчеркнул, что решение о переговорах было единоличным решением Киева, ну, имея в виду весну 22-го года. И добавил, что, возможно, наступит время, его прямые слова, провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров, найти решение с Россией. То есть, четко есть понимание у Макрона, у других, вот, что переговоры должны быть. И это итальянская премьерша заведения, ну, всех говорят про это. С другой стороны, Макрон призвал Израиль прекратить убивать малышей, женщин, стариков. Такое он сделал тоже в интервью BBC. И говорит о том, что необходимо немедленно остановить войну между Израилем и Хамасом и бомбардировки. То есть, получается, весь мир на сегодняшний день, он находится в таком состоянии абсолютной разбалансировки. И в том числе страны, как их называют, глобального юга, эти третьего мира страны. Они требуют от Израиля немедленно прекратить бомбардировки ГАЗы и сесть на переговоры с Хамасом. То есть, что получается? Вдумайтесь. Идет аналогия. Байден при этом говорит, что Израиль должен защищать себя и не прекращать бомбардировки и уничтожать Хамас. То есть, Байден сел на шпагат. Он теряет всех этих своих избирателей, которые за него голосовали. Очень тяжелая ситуация ему. Сообщаются арабских стран, что прямо там аж трусит эти арабские страны. И Оманы, Египет и других. О действии Соединенных Штатов Америки. То есть, США теряет роль вот такого, знаете, как бы надзирателя, надсмотрщика. То есть, по логике Путина, пауку США сейчас рубят лапы. И Путин этим очень доволен. И тогда для Путина появляется этот шанс. И, видимо, они из Шойгу, Герасимов, и там этот же сидел тоже урод, который суровительно заменил эти космические и военные воздушные силы. Они приняли решение, что у них есть все уже возможности бить по Киеву, по центрам принятия решений. То есть, уже им никто противостоять в этом не может. Понимаете? И я думаю, они сейчас будут бить Киев по полной программе. И вот это идут репетиции. Более того, они уже пришли к выводу, что когда они, я уже говорил, запускают вот этот с этими ракетами баллистическими эти самолеты, бомбардировщики, или как они там, да, которые несут кинжалы, то сразу объявляется во всей Украине тревога. То есть, они будут сейчас дестабилизировать Киев. Они уже поняли, что с Зеленским не договорятся, что можно с армией договориться, поскольку тупик, и заложные, и другие понимают, что прорваться нельзя на фронте. Плюс, и Путин это понимает, там положили он они сегодня за сутки, там огромное количество возле этой Авдеевки, там этих людей, танков, и кого хочешь уничтожено. И зашли даже в Степовое, но их оттуда выбили, перебили, то есть, это ж смертоубийство. Ну, правильно пишут эти паблики разные, что раз зашли, один раз зайдут, и второй. То есть, что для Путина было важно еще? Он не взирает на потери. Военная техника, и вообще ракеты, это все его вообще не интересует. И его главное, главное, что его даже не интересует судьбы людей. Вот это самое важное. То есть, он бросает людей на смерть. Он считает, что он уже демиург, что он уже вышел на уровень Бога, и он может распоряжаться сотнями тысяч жизней людей. Это долго не продлится, конечно. Но Господь попускает специально, чтобы люди осознали, что-то люди не хотят осознать важное в этом, будучи созданиями Бога и отказавшись от Господа. Что-то Бог нам хочет сказать, а люди не хотят этого воспринять. И вот сейчас Папа Римский, он принял там, вы знаете, решение их руководства, что теперь вообще, как говорится, уже не имеет значения там гендер и не гендер и прочее, прочее. И все могут быть теперь и крещёнными, и некрёстными, и тем хочешь могут быть. То есть, это там такое сделано. Шаг вот в этот процесс Содома-Гамуры, что просто очень серьёзные шаги сделано. Ну, будем смотреть, как оно всё, считают многие, что они могут это делать. А как оно будет, давайте будем смотреть на последствия. И перед этим многие считали, что они многое могут делать, а потом чем закончилось. Всегда, говорит, по результатам, по плодам узнаете их. Вот плоды, узнаем, какие плоды будут от всех решений. Но уже точно можно сказать, что верхушка у Путина и его вот эта вся система, они определились, и они понимают, что с Зеленским они уже каши не сварят. Понимаете? И их теперь надыхает ситуация Израиля-Хамаса. Они говорят, ну так подождите, Израиль же бомбит Хамас, он уничтожает сектор, он уничтожает мирных жителей, никто не может ему противостоять. ЦИШЕ в этом поддерживает. Ну, так говорит, а мы, Россия осуществляет специальную военную операцию по денационализации, демилитаризации и там что ещё Украины. Чтобы Украина была нейтральным государством, никуда не входила. И убрать этот фашистский режим, они говорят, Зеленского. Понимаете? То есть, они поставили Зеленского сейчас на ситуацию, на растяжку, по аналогии Израиль, Хамас, Цахал, армия и так далее, газа, мирное население. Зеленский, как Хамас, Москва, Путин, как Натаньяху, который хочет сделать Украину мирной страной и уничтожить фашистов-националистов. Чувствуете, да? Аналогии. И практически, раз они получают такой карт-бланш, они должны бить по центрам принятия. Ну, а что ж Зеленский говорит наш дорогой? Зеленский говорит следующее. То есть, он как бы сам себе закрывает полностью вообще, обрезает любые канали отхода. Важливую ставку. Он провёл, когда он её провёл, это было вчера в 15.40. Вот он говорит, да? Что ж он там нам говорит, Зеленский? Стратегичное бачение деоккупации нашей земли та конкретные кроки для его втілення, уточнення всех планів. Ну, ладно. Военный бюджет на наступный, что они обсуждали. Рик, ну, денег же у тебя нету, Зеленский. Какие, какой военный бюджет? Денег нет же. Дальше он говорит, акцент на тому, щоб статы самодостатнішими, що до снарядів, ракет, дронів. Так мы ж вообще их не производим. Слышите, акцент, Зеленский. Акцент может быть у кого? У человека, который говорит на русском языке, но начал говорить на украинском языке. У него будет русский акцент, Зеленский. Вот когда ты говоришь на украинском, у тебя русский акцент. Понимаешь? Акцент тогда, когда акцент. Это как бы специфика какая-то. Акцент на тому, щоб статы самодостатнішими. Ну, понимаете, вот если на русский язык могучий перевести. Акцент на том, чтобы стать самодостатнішими. Так мы вообще никакие не достатнішими. Мы ничего не производим, Зеленский. Ну, че вреш-то? То крохи, которые производятся, ими вообще ничего не несешь. На фронте ничего этого нету. То есть он говорит, акцент он поставил. Звиты про поточную ситуацию на фронте, на всех. Ну, плохие звиты Зеленский. Авдеевку почти захватили. Идет сейчас на Луганском направлении атаки. На Купинск идет, на Бахмут. 31-го дрона сегодня сбили только 19, Зеленский. Сбили один Искандер. А сколько летело? Дионикс, ДС-400, ДС-9 другие. То есть человек абсолютно как бы просто находится в плену каких-то своих романтических мыслей, мечтаний. Каких-то таких, ну вот, импульсов. Импульсы. У него идут какие-то импульсы. Вот благодаря этими импульсами он живет. Ну, потом он опять дякует всем за вданья. Вот, дякую. Встретился с министром обороны Литвы Арвидасом Анушауско. Сам тут приехал, да? Ну, там очень серьезно Дима Медведев назвал, говорит, это второго сорта, говорит, эти народы Прибалтии, Болгары и так далее. Обозвал их конкретно так. Жестко обозвал, конечно, там вообще что-то. Это очень такое нехорошее его заявление. Ну, вот этот Зеленский встречался с Литвой, которых Медведев назвал вторым сортом. То есть, с первым уже его не встречают, а со вторым еще. Вот, принял верчи грамоты там и так далее. Вот, и дальше выступает где-то, где он выступает, что, а, вот он же какой-то этот Парижский форум мира, там все, там это все у нас будет лучше, лучше. Год назад Херсон был освобожден, год назад после этого аж ничего нету больше, понимаете? Ну, вот этот 11-го он выступил. Сегодня получается, первая речница звильнение Херсона. Ну, да, слава Богу, но год уже ничего больше не звильняется. Мы едини, коли у нас спильна мета, мы в едности, единый навколо меты украинской. Ну, это все, понимаете, я дякую всем, кто бьется на Левобреже и так далее. Это все называется слова-слова, где ваша сладость. Слова прошли, осталась гадость, больше ничего не осталось, понимаете? Это все называется слово-блудие, вот как называется. А реально, к сожалению, реальность очень тяжелая, трагическая. Реальность единственно простая, что под вот этот статус европейской защиты, сегодня уже под ним находится, за месяц еще почти на 40 тысяч выросло число украинцев, которые получили этот статус, там уже под 4,5 и скоро миллиона будет, там 4 с чем-то, миллиона, быстро очень растет. Вот это Германия, миллион там 200, это почему-то в Польше очень много, я не могу понять, что там сидите, 956 тысяч. Чехия там тоже где-то больше, там где-то к 400 ближе тысяч, ну и так далее. Ну и что? Ирландия, вот, еще там какие-то несколько стран. А, Бельгия, Голландия, кстати. Вот, ну, бегут люди, бегут, понимают, что зима будет тяжелой, получают социальный статус, учат язык, ищут работу, отправляют детей своих в школы, в детские садики, в университеты. Так и надо делать. Потому как уже 5 месяцев, уже скоро полгода будет так называемого контрнаступления, я боюсь, что 6 месяцев закончится потеря Авдеевки, и пробьют они.